Секс в большом городе с Семеном Чайкой 995-11-11 Начну я вот с какого. И не со своего вопроса сознательно. Почему? Потому что вопросы мои перекликаются с теми, которые задают здесь в форуме. И, собственно, с размышлениями здесь. Замечательно. Радиослушатели все за вас сформулируют. В общем, да, потому что умные. Это хорошо. Вот первое сообщение от пользователя, пользовательницы Вивьен. Интересная тема. Вот моя подруга познакомилась с молодым человеком на форуме. Они стали общаться, обменялись телефонами. В общем, сейчас, по прошествии года, они считают себя парой. И вроде бы счастливы по-своему. Но в реале за год, к сожалению, пока не встречались. Так как молодой человек живет за границей, но при этом считает себя парой. Регулярно созваниваются, списываются, общаются через веб-камеру. Планируют встретиться, но пока не получается. Я рад за нее. Интересно, скажем так. Достаточно нестандартно. Для психолога интересно. Но не единственный вариант. Сейчас будем продолжать. Я рада за нее, но отношусь к такому роду отношениям скептически, с легкой улыбкой. Так как через интернет человек может выдавать себя совсем не за того, кем является. Ну вы же сами говорите, что через веб-камеру-то общаются. Ну как же, Вивьен. Хотя подруга относится к этому серьезно. И молодой человек, я с ним общался через интернет по этому поводу тоже, также на полном серьезе считает ее своей девушкой. Вот мне очень интересно, что же из этого выйдет. А вообще, повторюсь, к знакомствам через интернет отношусь с недоверием. Хотя все в жизни бывает. И есть же случаи, что люди, знакомые через интернет, находили свои половинки. Главное не увлекаться, не уходить в инет с головой, чтобы не получилось, как в песне Земфиры «Вебгелл». Так вот, что касается отношений с подругой, мне, конечно, любопытно, это подруга, Вивьен, контролирует свою подругу, да, знакомится через интернет с молодым человеком, который живет за границей, да, и пытается выяснить для себя действительно серьезные у них отношения или нет. Как-то, мне кажется, это не очень правильно. Что контролировать подружку? Ну, нравится ей эта история, любит она такие отношения. Что же, собственно говоря, влезать? Сформулируем, сопереживают подруги. Ну, обычно девчонки так и сопереживают, да, и подсказывают друг другу, потом наговаривают всякой ерунды. Ну так вот, что же, как же к этому относиться-то? Год люди, год люди общаются по интернету, никогда не встречались. Ну, считают себя парой. Ну, что значит, как к этому относиться? Каждый, пускай сам для себя выбирает, как он к этому относится, да, что касается вот этой самой пары. Ну, как специалист, вы знаете, как в анекдоте про наркомана. Какая тебе разница, мальчик, вхожу я в автобус или выхожу, лишь бы ты учился, хорошо, да? То есть самое главное, вот, чтобы сами партнеры, они были довольны. Возможно, их такие отношения устраивают, да, всё-таки. Но я психолог, не вещая Кассандра, я не знаю, может быть, это действительно в перспективе удачный союз, они друг друга вот нашли, просто не было пока возможности встретиться в реальности, встретиться, всё будет хорошо, а пока у них такой хороший дружеский контакт. Может быть, и так. А может быть, это что-то про страх реальных отношений. И тогда очень удобно иметь такую ширму, что вроде бы, да, с одной стороны, я в отношениях, а с другой стороны, и отношений вроде бы нет. Да, очень удобно. Ширмочка такая. Вот на это я и намекал. Не говорить ли это о том, что люди, по большому счёту, их очень-то всё устраивает. Да, у меня есть девушка, говорит он, но я её никогда живьём-то и не видел. При этом, естественно, никаких обязательств ещё нет, поэтому живу своей жизнью. А с девушкой Светой Милой общаюсь через интернет. Потом они встретились, три дня побыли вместе и поняли, что это всё зря и никому не нужно. Такое тоже может быть, правильно? Может. А на сайте знакомств там, наверное, целые горы, ему могут быть. Вот. То есть просто толпы таких вот девушек, с которыми он в отношении виртуально. Я знаю, что книжку писали на эту тему, да, написали книжку на эту тему. И вы исследовали эту проблему. Книжка такая толстая, получилось, я видел. То есть, значит, много чего было сказано в ней. К сожалению, не читал её, принесли тут к сегодня. Прочитаю обязательно, потом будет любопытно сопоставить со своими ощущениями. Так вот, что вы исследовали в этой книге, и почему, собственно, пришла мысль написать, и каким-то образом разобраться в проблеме интернет-знакомства? Вы знаете, книжка не научная, на самом деле. Книжка художественная. То есть получилось так, что сперва... Ну, это тоже как в анекдоте про лягушку. Я тут как женщина сижу, а не как термометр. Да, я сперва сидела как женщина, а не как психолог, да, встречалась, общалась. Но мозги же отключить нельзя, да, профессия психолога, она такая, которая мировоззрение просто меняет, да, вот страшные дела. И просто уже, да, вот у меня такое психологическое восприятие этого было. Вот были какие-то закономерности, какие-то забавные ситуации. Это просто стало записывать, и мне знакомые рекомендовали. Ну, там, пошли в издательство, может быть, и публикуют. И опубликовали. Да, и, как ни странно, действительно опубликовали. Заплатили 500 рублей, сказали спасибо большое. Ну, заплатили, в общем. Я просто хорошо знаю, сам тут недавно прошел весь этот путь. Хорошо. Все это замечательно. Имея в виду, вообще, способ знакомства может быть разным, да. Если мы говорим о людях, то познакомиться как угодно можно. На улице можно познакомиться, а потом прожить 70 лет счастливо и дыша в одну сторону. Можно познакомиться в какой-то компании, когда друг друга представляют по старинке. Можно на работе познакомиться. Можно в интернете. Все можно. Но скажите по статистике, по той самой, которую наверняка вы изучали, как много интернет-знакомств так или иначе выливаются в счастливые семейные союзы ни на год, ни на два, а вот на хороший, действительно, длительный период? Есть такая статистика, что мало. И, знаете, здесь еще была выявлена такая интересная закономерность, что, как ни странно, когда люди знакомятся на сайте знакомств, ну, казалось бы, с целью вступить в брак, то в брак, на самом деле, вступают очень редко, а если вступают, то разводятся. А если знакомство в интернете завязалось не на сайте знакомств, но на каком-нибудь нейтральном форуме, где люди просто сошлись по интересам, вот там браки более удачные, более длительные. Возможно, контакт у людей просто такой вот, ну, более прочный. Все-таки основа брака – это не страсть в большей степени, а дружба. Это естественно. Вот это очень любопытное, для меня странное сообщение пришло, без подписи, правда. Мальчики, девочки, мужчины, женщины, я вас очень прошу, дорогие мои, подписывайтесь, но как неловко ей-богу зачитывать сообщение, не называя вас по имени. Ну, чуть-чуть как-то себя уважаете, что ли. Сообщение для меня действительно, если бы наоборот было бы, я больше в это поверил, искала секса, нашла мужа, счастлива. Обычно ищут мужа, а находят секс, и ничего больше. И тоже счастлива, в принципе. Почему нет? Вот удивительное сообщение. Хочу кое-что прочитать сейчас еще с форума. Бежу пишет, теперь я знаю, как правильно произносится этот ник. Я периодически сижу на сайтах знакомств. При этом считаю позорной мысль, причем мысль всеми буквами большими написана. Совсем позорная, наверное. Да, что можно найти кого-то более-менее адекватного в интернете. Позорная мысль. Имею в виду именно сайты знакомств, куда приходят, задаются целью найти себе партнера, а не другие форумы и чаты и тому подобное. Потому что на собственном опыте убедилась, что шанс один на миллион. Моя личная статистика. Из полутора тысяч людей находится два-три интересных. Да и то не факт, что с ними выйдут какие-то отношения. Зато с ними можно успешно дружить. Бежу, вы терпеливый человек. Где уже полторы тысячи людей? Надо же было перебрать столько-то. И только два-три из них оказались более-менее приличными. На сайты знакомств идут в основном от, пожалуй, от недостатка особей противоположного пола вокруг. Это вполне можно объяснить. Учеба в женском вузе, работа в женском коллективе. Откуда взяться мужчин? Откуда взять мужчин? Просто знакомиться на улице? Нет уж, спасибо. Вот сейчас мы об этом тоже подробнее чуть-чуть. Интересно, почему. Зато в интернете все легко. Не нужно назначать свидания, нарядно одеваться, делать макияж, ехать на другой конец города. Достаточно лишь открыть страничку, выложить свои. Вот это тоже момент очень интересный. Самые красивые фотографии. Написать пару интересных мыслей. Налить чайку, не чайку, чайку. И отбиваться от настойчивых неграмотных кавалеров, которые будут засыпать своим «Привет, киска, давай встретимся прямо сейчас». И плевать им, что сейчас 3 часа ночи. Что я не какая-нибудь девушка легкого поведения, а вполне с претензией на интеллект. В интернете все намного проще. Проще до такой степени, что большинство людей не ищут там каких-то длительных отношений. Каждому свое. Девушки приходят пофлиртовать и похвалиться своими красивыми телами, глазами, руками и ногами. Мужчины снять кого-нибудь на ночь, а то и на две. Мне кажется, очень зрелое и очень правильное соображение. Ну, как сказать, я бы тут наветила, на самом деле, несколько линий, я бы могла бы подискутировать немножечко про это. Ну, во-первых, про то, что... А вот, знаешь, что мы сейчас делаем? Просто мало времени до паузы. Мы об этом, о том, что написала Бежу, естественно, более подробно поговорим в следующей четверти. А пока послушаем Тамару. Хочется выслушать мнение человека. Добрый вечер. Добрый вечер. Что думаете об интернет-знакомствах? Я так познакомилась с мужем. Как давно? Три года назад. А вот вы так же, как и Бежу, перебрали полторы тысячи человек для того, чтобы понять, что он единственный и тот самый? Нет, вы знаете, мне как-то по всей видимости повезло больше. Он познакомился со мной второй. И он был именно с целью найти ее супругу. Послушайте, а вы свои фотографии выкладывали? Я вообще не выкладывала фотографию. У мужа была фотография на сайте. Его? Собственная? Личная? Или Джонни Деппо, например? Вы знаете, у нас получилось совершенно случайно. Все очень забавно. Мы встретились в тот же день. И вот через буквально какое-то небольшое количество времени стали жить вместе. И вот уже три года как женаты. А дети? Пока что, к сожалению, нет. Вы их тоже через интернет заводить будете? Шутка, шутка, шутка. Шутка. Ну, в общем, это счастье, когда так. Но насколько много таких примеров? Насколько много таких случаев? И вот то, что рассказала Тамара, хотелось бы подтвердить. Если сейчас наслушают те, кто вот так, как Тамара, познакомился через интернет. И не просто на одну ночь. А вот так, чтобы создать семью, пожалуйста, 995-4-1-1-1-1-3-3-3-7-7. Это номер, короткий для смс, к ваших форумах на сайте cityfm.ru. Мы пока традиционно... Секс в большом городе с Семеном Чайкой. И снова добрый вечер. Слушайте радио City FM. Это московское информационное радио 879. В это время, как обычно, по будням вечерним шоу поднимаем тему взаимоотношений полов и секса. Тема разговора сегодня «Поиск партнера через интернет». В гостях эксперт журнала «Психология на каждый день». Психолог Ирина Соловьева. Добрый вечер еще раз. Да, и снова здравствуйте. 9954-1-1-1-1-1. Телефон прямого эфира 3377. Это короткий номер для смс, к ваших форумах на сайте cityfm.ru. Звонки прут один за одним. Я знаю, что на линии сейчас Вадим, но я надеюсь, он нас простит. Мы чуть-чуть обсудим какой-то момент тонкий, который был заявлен в прошлой четверти. Прежде чем мы это сделаем, я почитаю кое-что, что пишут мне в мой профиль в Одноклассниках. Но если уж вы слушаете через интернет, ребятки, вы можете уже и в форум писать, зарегистрируйтесь. Вот Максим Амур пишет, вполне могут считать себя парой. Вот речь о тех людях, которые год через интернет знакомы. Мой дядька живет в Мексике, женат на девушке из Прибалтики, оба русские. Знакомы были через интернет, долго общались, встретились, поженились. Сейчас дочке два года купили дом, чем не пара. И следующие от него сообщили, забыл главное, счастливы. Это еще одно подтверждение тому, что такое бывает. Тамара это сказала уже. Но вот что меня лично тревожит, ведь на самом деле с появлением интернета люди закрылись еще больше. Почему? Потому что раньше для того, чтобы познакомиться, нужно было научиться что-то говорить, как-то подход иметь к человеку. Не просто сказать, девушка, у вас такая зайца красивая, давайте сразу поморти. Как-то найти слова, а где находится нафилет. Помните знаменитый фильм? Надо было искать возможности, варианты, учиться говорить правильные речи, обаять как-то каким-то... Сейчас этого всего не надо. Разместил фотографию, даже, может, и не свою. Ну, так же бывает. И пиши какие-то цитаты из умных книжек, желательно грамотно, с запятыми, чтобы тебя не заподозрили, не дай бог, в безграмотности какой-нибудь. А дальше, допустим, встретились. Ну, когда уже люди общались какое-то время, и когда уже было потрачено на это столько сил, уже, может быть, завтра окажется, что это не нужно. Но сегодня ночь провели такие вместе. И вот человек, таким образом, якобы, да, стараясь познакомиться, он просто секс себе набирает как можно больше, и всё. Вот это меня лично очень и очень пугает во всей этой истории. Ну да, в интернет-знакомствах есть свои плюсы, есть свои минусы. Что касается минусов, вы, Семен, совершенно верно заметили, что интернет – это замечательный способ от всех отградиться и закутаться в свои комплексы. На самом деле, да, вот, действительно, очень легко, очень удобно, очень безопасно. Но кому-то же удаётся всё-таки. Кому-то удаётся. Вот, и здесь мы переходим к плюсам, на самом деле. Давайте. Вот помните, в сообщении «Бежу» речь шла о том, что вот, невозможно познакомиться, один там чуть ли не из миллиарда, там, интересный человек, ну, из тысячи, ладно. Но есть такой психологический закон. К нам извне притягивается нечто, что соответствует нашему внутреннему настрою. То есть, к чему мы готовы внутри, то к нам притягивается извне. Вспомните звонок Тамары, например, да, вот второй мужчина, ей написавши, стал её мужем. Значит, она была готова. Значит, она устала просто искать. Нет, значит, она была готова к появлению такого мужчины в своей жизни. А вот «Бежу» тоже написала, что не на улице же знакомиться. Объясните мне, девушки, если вы сейчас… Да, почему не на улице? Почему нельзя знакомиться на улице, вы мне объясните. Ладно, когда молодой человек сзади делает, типа, свистит. Ну, да, жлоб, да, с таким нельзя. А почему нельзя познакомиться на улице? Почему девчонка, бегущая по улице, видя взгляд, заинтересованный на себе, например, и мужчина подходит, она вдруг отбегает в сторону. Если он же завтра ей напишет на том же сайте знакомств, она с радостью с ним познакомится? Почему же нельзя этого сделать на улице? Ну, Семен, даже им сообщение «Бежу» было написано. Это же надо одеваться, краситься, ехать на другой конец города. А она понравилась ему не накрашенная и не одетая, голая по улице шла. Ну вот что, я не понимаю всё это, правда. Ну, есть такие стереотипы, есть предубеждения. Знаете, я могу немножечко пофантазировать, да, вот, к слову о внутренней готовности. Вот если девушка на самом деле внутренне не готова знакомиться, да, это, например, проявляется в том, что она на улицах не хочет знакомиться, действительно, убегает почему-то, тогда она и в интернете не сможет познакомиться. Вот так. Она внутренняя не готова, закрыта для контакта. Вот давайте теперь Вадима и послушаем. Вадим, добрый вечер. Добрый. Вы расскажите нам какую-нибудь приятную историю, расскажите. Ну, такую же приятную историю расскажу. Познакомился в интернете, правда, не в сайте для... Не в сайте знакомств, да, да, да. А в чате, да. Ну, тоже, в общем, наверное, для знакомств, с каким-то жутким непривящим названием. Не, не, да, да. Была такая депрессуха, сжил один в тот момент. Ну, вот как уже какой-то товарищ сказал, сказал секса, нашел жену. Встретились три года назад, причем, совершенно с вами не соглашусь, из той части, что общения долгое, вообще никакого долга в общении не было. Просто вот как-то разговорились, обменялись несколькими словами, встретились, выпили кофе, и с того момента не расставались вообще просто. Сколько времени? Три года. Тоже три года? У вас тоже три года. Ну, все, да, неплохой. Уже женаты, уже все совершенно бэд. Послушайте, Вадим, извините, ой, молодцы, ой, молодцы. Вадим, другой вопрос у меня к вам. А почему вы не могли так же точно познакомиться в реальной жизни? Вы понимаете, во-первых, я, ну, в общем, серьезно занят, потому что я топ-менеджер компании одной довольно большой. И, в общем-то, времени особенного нету. И, честно говоря, на самом деле, и знакомиться... Ну, на самом деле, просто интернет снимает очень многие проблемы. психологического плана, в принципе, я мог бы и на улице познакомиться. Наверное, жена моя настоящая тоже могла бы познакомиться на улице. Но это очень удобно сделать в интернете, потому что, как вот... Это, по-моему, «Машина времени» была песня про маски, да, носите маски. Вот-вот-вот, там же люди маски надевают в любом случае. Совершенно верно, да. Там можно надеть какую-то мальчику, она будет менее страшная, более страшная, поиграть в какую-то историю. Но все равно, на самом деле, это всего лишь прелюдия для того, чтобы познакомиться. Потому что если ты в маске начинаешь с человеком общаться, то потом, когда в жизни она видит, что ты думаешь, что ты там Бертоньян, а ты какой-то там... Вот-вот. А ты Портос. А ты, ну, хуже, да, чем Портос, там, какой-нибудь вообще-то там... Решение, да, к примеру. И, собственно, вот тут все и закончится, и тем больнее и падать будет. Поэтому, мне кажется, вот просто здесь есть определенное... Совершенно четко снимаются какие-то определенные границы, и ты можешь представиться чуть-чуть другим, желательно чуть-чуть, потому что... Вы знаете, я вот... Извините, я понимаю, да, я... Почему... Пока оставайтесь на линии, я вот что подумал сейчас. Легко, наверное, знакомиться людям друг с другом через интернет, ну, скажем, известно. Да, тех, кто не прячется за масками. Ну, какой-нибудь человек, которого знают. И вдруг там ему говорят, вы тот самый, да, тот самый. И начинается разговор, честный, потому что тут не обманешь. И тут действительно уже все из человеки, абсолютно все должно быть искренним, иначе вся твоя прошлая какая-то жизнь будет абсолютно обгажена. А вот незнакомым друг с другом людям... В случае с Вадимом, Вадим, вам повезло, наверное, так же, да? Вот так встретили вашу, возможно, половину. Может быть. Но вы знаете, если человек хочет подать себе красиво и ярко, он наверняка придумает какие-то образы. Вот те самые, о которых вы говорили, масочки. Когда масочку снимаешь, если человек привередлив и обнаруживает под этой масочкой не совсем то или совсем не то, чего он ожидал, у этого знакомства максимум, что может быть, ну, ночь провели. Хотя тоже приятно, конечно. Но, тем не менее, никакого серьезного романа, тем паче, брака из этого не получается. Вот вы, когда общались, вы действительно маску носили всерьез или сразу раскрылись? Вот, честно говоря, я не успел ее надеть, потому что слишком непродолжительно было знакомство в интернете. Хотя, безусловно, она была, потому что образ какой-то создается обязательно. Я здесь тоже не соглашусь, потому что точно что-то получится, если под маской что-то есть. Если под маской нет ничего, если человек пустой, неинтересный, то вот и как раз тут будет разочарование. Вот здесь, Вадим, не хочу ни в коем случае вас обидеть, но мне как раз казалось все время, до сего дня, пока вы позвонили, что те люди, которые знакомятся в интернете, это как раз те люди, под маской которых ничего нет. Потому что познакомиться в реальной жизни, во-первых, и сложнее, и затратнее, и, на мой взгляд, гораздо более креативно. И вот тут никогда не соврешь. Потому что тут тебя сразу увидят, поймут, оценят и ровным счетом поставят ту самую оценку тебе, которой ты достоин. Вот в чем дело. А в интернете можно пудрить мозг. Я же повторил. Если вы пишете свои мысли, дай вам Бог, и дай вам честь вам хвала. А ведь люди-то пользуются цитатниками всякими, да, умными фразами, чужими. А потом, когда человек приходит с другим, знакомится с тем, кого он уже себе нафантазировал, как некого романтического героя, а тут двух слов-то связать не может. Она думает, ну, она смущается, проходит какое-то время, у них уже что-то завязалось, а он так и остается таким вот ублюдочным каким-нибудь, да? И она понимает, что время-то потрачено, и уже вроде вместе, и уже вроде какие-то... И она начинает терпеливо к этому относиться и пытаться там, или он, неважно, один из двух, начинает что-то переделывать уже по инерции. И у этой пары может быть какое-то будущее недалекое, недолгое, да? Но, тем не менее, оно рано или поздно все может разрушиться. Дай Бог, чтобы у Вадима и Тамары этого не было, чтобы все было так, как хотелось бы, на самом деле, счастливо. Кто у нас на линии-то сейчас подскажите, я не помню. Ольга, у нас на линии, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите. Вот у меня есть комментарий по поводу вашей программы, слушаю вашу программу, да, и вот хочется, в принципе, сказать, что я лично придерживаюсь такой точки зрения, что интернет вообще сама по себе очень удобная вещь для общения, для поиска какой-то нужной информации. Но для знакомства интернет полностью вообще не приспособен для жизни, особенно современной. У меня вот было номер три, на себе просто знаю, что было три неудачных опыта. То есть то, что правильно, как вы говорили, Семен, да, что в интернете вы знакомитесь, и вы представляете человека совсем другим, а в реальности этот человек совсем предстает перед тобой просто в другом совершенно измерении, в другом совершенно виде. То есть полностью меняется, вот как будто ты просто заново рождаешься и даже не знаешь, что сказать. То есть насколько просто разочарование опустошение производит. Вот. И просто я хочу просто всем даже приказать, что я просто вообще тот человек, который отношусь, что я верю в судьбу. Я на самом деле верю в судьбу. Просто вот по глупости, конечно, вот раньше я знакомилась в интернете. Но сейчас я просто всеми рекомендую, тот, кто хочет найти вторую половину, и именно на всю жизнь одну единственную любовь не искать в интернете ни в коем случае. Поддерживаю. Спасибо, Оля. Буквально 10 секунд, что хотели сказать? На самом деле в интернете очень много шлаков, очень много мусора, но жемчужины там можно найти. А как это сделать, мы поговорим тогда чуть позже. Молодец. Вот насчет жемчужины я абсолютно согласен. Но как из этого шлака-то выдернуть, сразу поняв? Мы об этом поговорим. Отлично. Секс в большом городе с Семеном Чайкой. Еще раз здравствуйте, вечер добрый. В этом части вечернего шоу, как обычно, по традиции, уже столько лет, мы говорим по будням о взаимоотношении Павлов и сексе, поиск партнера через интернет, тема разговора. Сегодня в гостях эксперт журнала «Психология на каждый день» психолог Арина Соловьева. Еще раз добрый вечер. Да, 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 это я не стану скрывать. Добрый вечер. 995-11-11, 995-4-1, телефон эфира 3377, короткий номер для смс-сообщений, форум на сайте сети fm.ru. Знаю точно, что у нас дальше в порядке хронологическом будет Игорь в эфире, потом Дмитрий, потом еще кто-то, кого пока не знаю, но мы все-таки обещали и должны это сделать. Как все же вот из этого всего шлака, уж извините, человеческого, найти те бриллианты и как не ошибиться, и идя навстречу, ну, точно знать невозможно, безусловно, но хотя бы процентов 50 на 50, чтобы 50 процентов хотя бы быть уверенным в том, что это действительно то, что нужно. Ну, салум, конечно, везде не подстилишь, но некие закономерности есть. Семен, я вам открою просто страшный секрет. Давайте, всем нам откройте секрет. Да, всем по секрету, да. Все наши желания сбываются, все, но для этого нужно два условия. Первое, нужно точно знать, что ты хочешь. Точно правильно ставить задачу. А второе, это быть готовым к исполнению желания. Поэтому если вы хотите найти себе партнера через интернет, во-первых, нужно понять, для чего вам этот партнер, какой тип отношений вы хотите строить. Вам нужен там муж, любовник, друг или что-то про высокие чувства, воздыхатель какой-то, да, это раз. Это поможет вам сформулировать образ этого партнера. И так как в интернете там, ну, десятки потенциальных партнеров, приходят там сотни писем ежедневно, ну, просто легче уже тогда отбраковывать того, кто не подходит. Потому что если вы ищете романтического воздыхателя, а письмо начинается со слов «привет, киска», там, да, то это не про романтику, как бы, вот. Ну, а второе, это на самом деле про внутреннюю готовность. Потому что если, предположим, девушка ищет мужа, а на самом деле она не готова к замужеству, то мужа она не найдет. Это про внутреннюю готовность. Вот как. Просто Нюша пишет в форуме, не могу вам дозвониться, срывается звонок, злая, как собака. Нюша, ну, я не знаю, почему люди-то дозваниваются, может быть, просто очередь длинная. Если что, напишите здесь, я прочитаю, и не будете париться. Игорь, у нас на линии, добрый вечер. Добрый вечер. Рассказывайте. Ну, я познакомился со своей девушкой полтора года, в общем-то, мы живем вместе. В интернете познакомились? В интернете, да. А сайт знакомств был или какой-нибудь сайт по интересам? Нет, это был сайт знакомств. При этом, как бы, я до этого на этом сайте уже находился полтора года. За это время я приобрел огромный, колоссальный опыт. Положительный или отрицательный? Положительный. Любой опыт положительный. Ну, да, вы философ, правильно. Любой опыт можно воспринимать как положительный. Но больше было удачных контактов или неудачных? Смотря опять, что мы будем считать удачными, что нет. Ну, короче, если контакт на одну ночь, неудачным считаем. Конечно, было неудачных больше, если так будем считать. Понятно. Но я хочу согласиться с вашим гостем. Дело в том, что вопрос в том, с чем человек приходит. Что с чем он приходит туда, то он и получает. И многие знакомятся, представляя себе, что они ищут себя в вторую половину, пару, мужа, там, кого угодно. Но на самом деле им это не надо. И поэтому эти отношения не продолжаются. Они обманывают себя, заявляя об одном. А на самом деле они хотят совсем другого. И поэтому все и так и происходит. Когда люди встречаются, и они понимают, что хотят и что происходит, тогда и образуются пары, контакты, семьи. На самом деле, благодаря интернету, я приобрел огромную кучу друзей, с которыми, в принципе, общаюсь и сейчас. И отношения поддерживаю. Поэтому я считаю, что интернет – это большой плюс. Спасибо. Спасибо. Надежду давайте услышим сразу. Потому что мне говорят, что звонок достаточно любопытен. Надежда, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. И ваши гости. Привет. Привет. Я звоню как профессиональный психолог и представитель компании, которая занимается профессиональной разработкой психологических тестов. Ой, замечательно. То есть мы делаем инструменты и ориентируемся на интернет-технологии. И мы в этом году сделали специальный тест парной совместимости для сайта. Сайт можно назвать? Да, конечно. 24 опыта. Я все не знаю, но не важно. Ну, это один из сайтов знакомств. Но они обратились к профессионалам. Мы с радостью взялись за такую работу. Она для нас была новая, там была масса креатива, и получился замечательный инструмент. Мы получаем хорошие отзывы от того, что люди не только встречают близких, на самом деле, проходя нашу методику, узнавая кое-что о себе. А, то есть вы подсказываете, как правильно знакомиться в интернете и как правильно общаться? Мы хотим людям пройти тестирование, чтобы они узнали о себе. И одновременно программа обрабатывает тесты других претендентов потенциальных на пару. И определяется еще и парная совместимость, то есть какой-то вероятностный прогноз для этой пары. Результаты получились настолько интересными, что недавние сообщения от этого сайта нам сказали, что есть случаи браков, и несколько пар даже уже ждут ребенка. А сколько времени это все тестирование проходит? Ну, я имею в виду месяц, два, три, полгода, год? Боже, там мгновенные результаты. Это же современные технологии. Ну, я хочу понять, за сколько времени вот несколько браков состоялись-то? А, браков состоялись. КПД, КПД. Так, сейчас я скажу. Я думаю, что это около года. Вот за год несколько браков. Ну, не низок ли КПД? Что вы? Ну, коэффициент полезного действия. Вы же сами говорили, какая масса заходящих на такие сайты, и сколько реально получается. А вот. И хотелось бы, чтобы если люди знакомились, то знакомились бы, скажем... С открытыми глазами. Из 100 человек, хотя бы 50. Получается, что из 100 человек 0,1% как раньше, так и при этом тестировании. Есть ли тогда смысл? Ну, я думаю, что процентами с нами поделятся через какое-то время, да, когда мы дадим людям. Хотелось бы. Хотелось бы. Но вы верите в такого рода знакомство? То есть вы считаете, что это нормальный подход к жизни, да? Я не верю. У нас подход психометрический, основанный на статистике. У нас на вере нет ничего. У нас на числах. Я сейчас... Наняка, я сейчас спрошу вас как человека. Вы стали знакомиться через интернет, нет? И проходить тесты. Да, и тесты проходить. Стали бы. А тесты с удовольствием проходили и мы сами. И когда разрабатывали, привлекали наших знакомых, уже хорошие пары. А вот это был отказ. Ну, понятно, тем не менее. Ну, я о себе. У меня нет проблем знакомиться. Вот почему. Да, понятно. И я просто думаю, на секундочку, если бы у вас была такая проблема, вы как человек, судя по всему, достаточно взрослый и разумный, мне кажется, все-таки знакомились бы как-то иначе. Все же это удел молодых людей. Как мне кажется. Или я опять же ошибаюсь? Ну, тут у меня сложно сделать какое-то о себе предположение в другой ситуации. Не знаете цифр, да? Понятно. Спасибо, Надежда, большое. Сейчас хочу почитать кое-что с смс-портала 3377, потому что больно много сообщений. Есть как сообщения со знаком плюс, так и со знаком минус. Вот Марат пишет. Добрая ночи, Семен. У меня были пять встреч через интернет-знакомства. Три закончили сексом на одну ночь, а две встречи ничем. Потом надоело и два года не заходил на сайты знакомств. Своего любимого мужа я встретила в интернете. Пишет Ирина. Спасибо, что подписываетесь. Наконец-то. Знаю еще несколько супружеских пар, которые познакомились в интернете, но никто из этих пар не познакомился на сайтах знакомств. Либо ICQ, как в моем случае, либо форума по интересам. Кстати, сказать тоже может быть любопытный момент. Если люди встречаются на форуме по интересам, тогда им, само собой, есть о чем поговорить в самом начале. Да, такие браки прочнее. Вот такие знакомства, возможно, вероятнее, может быть, да? Вот знакомства на сайтах по интересам. Да, потому что изначально люди объединены общим контекстом. То есть это про какой-то хороший человеческий контакт. Вот принцесса пишет, когда знакомишься в интернете, это влечет к отрицательным эмоциям, так как партнер продолжает вести сетевой образ жизни. Это как наркотик. Кстати, тоже хорошая мысль. Они познакомились, а человек-то привык. И он вроде бы идет навстречу, знакомится, дальше продолжает углублять свое знакомство, отношения. А он все равно или она продолжает. Знаете, в некоторых случаях это так, но не во всех. Кроме того, если знакомиться с партнером в реальности, там может быть то же самое. Может быть, партнер такой полигамный, которому очень нравится знакомиться с девушками в реальности. Увидели, может быть, согласен. Вот с этим тоже не могу не согласиться, потому что действительно это правда. Давайте Дмитрия еще услышим, надеюсь, успеем. Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, рассказывайте. Так, ну что, пару ликбезов. Во-первых, вопрос, почему на улице не знакомимся, да? Вы лично не знакомитесь или девушка? Ну, лично я и в целом. Я за свою половину объясняю. Вот ситуация, да, я неплохо зарабатываю, хорошо выгляжу. Но ситуация такая, я вот еду с военной кафедры, я одет в форме, да, солдатская, простая. Ой, как на девчонок эта форма обращает. А сейчас, к сожалению, не союз, сейчас очень не в почете. Да. То есть, ну реально стереотип, солдат дебил. Ну, особенно у меня атлетическое довольно телосложение. Тем более двойной дебил, понятно. Вот, то есть, томик каски в руке, совершенно впечатлений не производится. Дима, а переодеться, дорогой мой, а переодеться? Нет, ну переодеться, когда переодеться, другое дело. Просто вопрос так же вот и у девушек, да, то есть все красивые, гламурные, вот. Но, соответственно, интересно. В интернете гораздо проще первичную информацию получить. То есть, я, когда довольно-таки надоел уже долго что-то общаться, просто там пять вопросов буквально. Последняя прочитанная книга, последний просмотренный фильм. И так, между делом, вопрос, чем ты сейчас одета. И она тебе в конце пишет, тестирование прошла? Да, и в руках томик кавки держит. Не-не-не, тут вот хитрость в чем. То есть, все, в принципе, в целом отражает, как бы, что интересует, да, девушку? А если соврет? Дим, а если соврет? Ну, что читала? Ну, как, как правило, быстро отвечают. А как соврать? Чтобы соврать, нужно знать что-то, правильно? Ну, она слышала где-то что-то, как-то Пелевина прочитала, скажет вдруг, фамилия на слуху. И все. Так это уже в плюс. Так а если знает хотя бы фамилию, уже в плюс? Не, а так вопрос отношения девушки. То есть, возможно, чем-то она заинтересуется. Какая разница? Если она слышала того же Пелевина, да, откуда она слышала? Значит, у нее круг знаком, соответствующий. Знаешь, как-никак не пропащая душа, правильно? Хороший, правильный подход. Если можете, поди секундочку, можете остаться с нами на следующую четверть. Нам сейчас прерваться нужно. Ну, в любом случае. Добрый вечер. Еще раз сегодня, кстати, птичье ночное, потому что у меня в гостях эксперт журнала «Психология на каждый день» психолог Ирина Соловьева. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорим на тему поиска партнера через интернет. Много звонков, много сообщений в форуме и на СМС-портале. Но у нас на линии Дмитрий, который не договорил с прошлой четвертью, мы вас внимательно слушаем дальше. Ага, ну так вот. Да. Самый ключевой момент. Это вот вопрос, в чем одета. Несмотря на свою в целом пошлость, да, в контексте остальных вопросов, в принципе, она теряется. И вот, и по ответу можно судить. То есть, девушка, тут три варианта. Или она начинает смущаться, да, там, говорить, ой, ну, что там, типа. Или она пытается пошутить, иногда получается хорошо. Или же она начинает немножко так кокетничать, развратничать. То есть, здесь сразу можно понять, на что она, то есть, нацелена, да. Как правило, те, кто кокетничают, развратничают, теми, вот, получается, там, через недельку и через пару-тройку дней встреча. Вот. Ну, и, соответственно, соития по обоюдному желанию. Соответственно, те, кто вот шутили, именно вот хорошо, с ними продолжались довольно-таки долгие дружеские отношения. И соитиям, и без соития. Ну, то есть, вот этот, извините, вот этот вот тест, который вы нам сейчас читали, вы сами придумали или вы читали? Да, сам придумал. Ну, не столько придумал, а что тут придумывать, по большому счету? Нет, ну, кому-то ж надо было этим заниматься-то. Я бы, например, в голову не пришло бы так тестировать. Ну, вы молодец, молодец. А просто формация у вас несколько другая в плане возраста. Ни в коем случае не хочу обидеть, но просто... Ну, это, естественно, нормально. Что, это гордость моя, мой возраст. Определенно. Вот, просто на самом деле так проще гораздо. Но вы нашли, секундочку, судьбу-то свою нашли. Вы-то довольны? Ой, ну, к сожалению, видил своего характера не очень легко. Но много хороших связей долгосрочных, то есть с девушками уже и по два года общаюсь. Периодическими именно встречами, еще чем-то таким в данном случае. Спасибо, спасибо. Сейчас я прочту кое-что из форума, мне кажется, это важно. Вот Лейса пишет. «Вчера успокаивала знакомую. Вчера ее бросил парень, с которым переписывалась два месяца. Встретиться не хотела, боялась, но привязалась. Каждый день бежала сразу к компьютеру, вот и ответ. Нашел смелую. Это будет ей уроком. Можно написать что угодно. И пишут, что хотим, пишем, что хотим. Нужно видеть человека, жесты, глаза. Да и вообще в реальности поговорить. А она уже приписала его к себе». В кавычках. «Сама пару раз встречалась, но на этом все и закончилось. Больше не хочу. С меня достаточно сказок про принца. Подряд читаю, прям одно за одним». Значит, Твайс, Твайс-222. «Моя жизнь превратилась в кошмар. Два года назад я попыталась познакомиться в интернете, на сайте знакомств. Нарвалась на настоящего маньяка. Мы ни разу не встречались, но он мучает меня в реале. Звонит на все мои телефоны, назначает встречи. Даже добрался до моего бизнеса. Я не могу от него отвязаться. Просто не знаю, что делать. Просила, угрожала, удалила анкету, поменяла номера телефонов. И вот такими аршинными буквами. Не нужно знакомиться на сайте знакомств. Это может превратить жизнь в сплошной кошмар». Просто Нюша пишет. «Я жила полгода с этим человеком из интернета. Надоел. Он просто для прикола так писал. Обидно. А я... А два случаи... А два случаи... А, Господи, второй. А второй случай геем оказался. А сейчас я замужем. На улице знакомиться проще в плане верности. Конечно, врать могут, но хотя бы это чуть-чуть будет видно. На самом деле все всегда индивидуально. Главное, что человек от жизни хочет, к чему он готов, и тогда действительно вот такой партнер может ему и на улице встретиться, и в интернете. Ну, поэтому главное просто сформулируйте свой запрос, что вы хотите. А то будет, как в Федоте Стрельце. «Ты вчера спросил ковер? Ну так я его припер. Все согласно договору. И рисунок ковер». На Востоке есть такая присказка, что судьба наказывает нас исполнением наших желаний. Поэтому просто знайте, что вы хотите на самом деле. И, соответственно, действуйте. Вот опять Бежу пишет. «Итак, трактат на тему «Почему нельзя?» или «Почему я никогда больше не буду знакомиться на улице?» Отвечает. «Ко мне на улице предстают исключительно. Предстают исключительно. Ну, мне не хотелось бы выглядеть уж слишком снобом, но я все-таки скажу, пытаются познакомиться какие-то отморозки. Мне 22, я молодая и весела. Видимо, надо приписать красиво. А ко мне подходит парень какой-то лохматый, грязный и тому подобное. Это же первое впечатление. Господи. И тут начинается. «Девушка, а можно с вами познакомиться?» Если уж так... Так, я хочу сразу отвлечься. Вы говорите «нет, я замужем». Почему так обижаться на лохматого парня? Он тоже человек, у него тоже хочется. «Мнеет право быть лохматым». Конечно, имеет право. Сказала «нет» и все. В другой раз подойдет нормальный, причесанный, вполне себе респектабельный. Кто знает. Значит, если уж так понравился кто-то, говорит она, ну, можно же придумать что-то интересное и причесаться на крайняк. Это раз. Это упрек вам мужики, которые пытаются знакомиться на улицах. Причесывайтесь, прыскайте в рот себя специальным дезорантом, чтобы не воняло, если там что. Одевайтесь прилично, а потом выходите знакомиться. Во-вторых, пишет Бежун, «когда знакомишься с человеком на улице, ты же ничего о нем не знаешь». Мне это очень нравится. А в интернете все знаешь. А вдруг он уголовник и только вчера из тюрьмы вышел. Бежун, а если он пишет вам все, что угодно, а сам в тюрьме сидит? Сейчас реально, все реально. Или у него семья и трое детей в другом городе. А в интернете можно написать, что он один, хотя у него и пять родителей. В интернете, может, это женщина вообще. Да вы можете говорить мне, что я недоверчива, но мне страшно как-то, хотя есть, хотя есть, найдется какой-нибудь интересный молодой человек, то я, конечно, если найдется, то рискну. Солнце мое, так и в интернете же можно наплести чего угодно. Почему на улице не верить, а в интернете, интернет это что, общественная и государственная пресса, что ли? Кстати, я люблю наряжаться и краситься на свидания. Я люблю больше знакомиться с людьми в реале, пишет Бежун. Вот молодец. Сайты знакомств, мне в основном интересно как поле для собственных экспериментов. Вот так вот и открывается. Ну, хорошая тема, на самом деле. Так все же пользуются интернетом как полем для собственных экспериментов-то, е-мое. И хорошо, если не экскрементов, хорошо, если это эксперименты, вот реально. Понимаете, вот чего меня лично и напрягает в этой всей истории. Как приятно, когда подходишь к человеку глаза в глаза, пусть ты лохматый, какой угодно, и просишь познакомиться, тебя посылают, неприятно, но зато ты поговорил с человеком реально. А в интернете тык-дык-дык, как тебя зовут? Маша. А на том конце сидит Коля, усатый, лысый, который просто прикалывается, все эксперименты, блин, проводит. Был у меня как-то в эфире мальчик, который год, по-моему, целый в интернете называл себя проституткой с именем и общался от имени проститутки со всеми, кто... В итоге он раскрылся, говорит, я мальчик. Какая была обида. А все верили, что это девочка, и писали какие-то сокровенные вещи. И девочки спрашивали, как быть в том или ином случае. И он им рассказывал. И мы чуть ли не про тампаксы рассказывали, какими они пользуются. А чувак развлекался просто. Веселый парень. Но тем не менее, я не представляю себе, в принципе, как так можно. Но знаете, то, что интернет, такое огромное поле для экспериментов, в этом есть не только минусы, в этом есть и плюсы. Особенно для молодых людей, для молодых девушек и юношей, которые еще не очень понимают про себя и про противоположный пол. В интернете можно экспериментировать, понять, а кто я там как женщина или, соответственно, как мужчина. Кто такие женщины и мужчины. Пробовать просто разные модели поведения, общения. Да, в жизни можно. И замечательно, если человек готов это пробовать в жизни. Но в жизни же страшнее. Ну, поэтому, если человек хотя бы в интернете на это способен, да, но это уже неплохо. Это уже неплохо. Человек вот что-то исследует, экспериментирует. В общем, я так понимаю, вы все-таки за знакомство в интернете. Я не за и не против. Я за то, чтобы... Какую-нибудь позицию определить. Нет, я за то, чтобы человек знал, что он хочет. Я за это. Я за сознательный выбор. Я тут в эфире практически каждый вечер кричу, что надо правильно стоять задачу и знать, чего хочешь, а не просто так плевать в потолок и в облака и обижаться потом, что падает обратно. Готовы кричать вместе с вами. Ну, это да, но все-таки это слова. Это высокие, может быть, какие-то высокопарные слова. А в реальной жизни люди хотят тупо счастья. Счастья. Но как его сформулировать, не знаю. Игорь у нас, видимо, финальный будет сегодня. Не знаю, что скажет. Это интересно, чем закончим. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Что скажете? Я хотел рассказать. В основном у вас, здесь говорят люди, наверное, из Москвы. Я приезжий. Приезжий, даже можно сказать, не из России, а из Украины. Поэтому, может быть, какой-то свежий взгляд в этом плане. Очень интересно. Давайте, давайте. Значит, смотрите. Все зависит от возрастной категории. Значит, скажем так. Я знаю много женщин, которые, ну, одинокие, разводные, которые специально покупали компьютеры для того, чтобы войти в сеть интернет и разместить свои фотографии с целью именно найти зарубежного партнера. Вот из ваших удачных примеров, которые пришли. Смотрите. Один, значит, из Мексики. И человек сразу вышел замуж и уехал. Это понятно. Другой пример. Это он был топ-менеджер. Причем не бедный человек, богатый человек. Поэтому, естественно, собственно говоря, этот брак тоже состоялся быстро. Итак, по возрастным категориям. Значит, скажем, девушка, ну, до 30 лет, там, до 27, там, ну, молоденькая девушка. Знакомиться просто в основном кто? Кто не очень хорошо выглядит? У кого есть какие-то, так сказать, ну, может быть, не такая привлекательность, какая не пользуется таким успехом на улице, чтобы к ней подошли 20 человек, из которых она может выбрать действительно одного не лохматого, красивого, симпантичного, интересного. Поэтому она, может быть, испытывает какие-то комплексы, естественно, поэтому пользуется интернетом, что-то себе рассказывает, пытается заинтересовать человека своим внутренним миром. Ну, а результат-то? Это понятно. Следующая возрастная категория – это женщины, скажем так, от 30 до 45. Они ищут, они уже оставили своего первого мужа в связи с тем, что он не совсем обеспечивает их интересы. Они ищут мужа. Подождите, Денис, у нас мало категорической времени. Скажите, в итоге-то, вот вы как человек просвещенный, как смотрите на такого рода знакомство и общение через интернет? Нормально или нет? Для молодых людей, вот в первом примере для молоденькой девушки, я смотрю, это нормально. А для взрослого человека нельзя. Еще у меня к вам вопрос, но не по теме. Вы из Донецкой или из Харьковской области? Я из Донецкой области. Слышу по акценту. У меня вся родня там живет в Янакиево. Привет, Украине. Ну, я в Мариупольске. Спасибо большое, Игорь. У нас уже мало-мало времени остается до финала. Я хочу кое-что все-таки с СМС-портала. Люди пишут сообщения, платят за них деньги. Значит, Александр Юрьевич пишет. А надо ли вообще знакомиться, чтобы потом расстаться? Хороший вопрос. Когда знакомишься в интернете, это влечет к отрицательным эмоциям. Партнер продолжает вести сетевой образ жизни. Так, это я уже читал. Значит, совершенно бесполезно искать пару на сайте знакомств. Есть замечательные литературные, например, ресурсы. У меня у самого был такой. Боже, сколько интересных людей. Они там раскрываются. В обычной жизни нет места стихам, а там люди выражают невыраженные. То есть как раз речь о том, что сайты по интересам. Превращаются в сайты знакомств. Интересно. Юля пишет. Сейчас много придурков на улице, нельзя знакомиться. А в интернете все умные. И последняя СМС-ка, которую хочу зачитать. Ольга, 42 года. Спасибо, что возраст назвали. Не стеснялись. Семен, шикарная тема. Одной передачи мало. Ну, попробуем, может, в другой раз еще. Познакомились на сайте знакомств с мужчиной своей мечты. Был такой шикарный, сложный роман 4 месяца. Я так никогда не любила. Попрощаться, к сожалению, ну куда деваться, время наше подошло к концу. Хочу сказать огромное спасибо моей сегодняшней гости Ирине.